Первое, наверное, самое легко распространяемое – это лесть. Помните, да, ворона и лисица, басня, да, корыловая. Вот пример. И мы это видим. То есть когда вас вдруг начинают так задабривать, замасливать, да, превозносить, и люди, которые страдают от неуверенности, они могут прямо расцветать от этой лести. Но одно дело вам просто делают комплимент, а другое дело там есть какая-то выгода. Если это происходит чрезмерно регулярно, а потом от вас что-то просят, то это лесть. То есть вас специально приподнимают зачем? Затем, чтобы вы почувствовали себя обязанной, да, то есть, ой, мне так столько хорошего наговорили, ну, надо мне тоже что-то сделать. Или, да, вас поселяют ощущение, мысль какой-то особенной исключительности. И вы такое на тщеславии своём, да, так можете сделать поступок, который не хотели бы делать. Такое иногда в магазинах дорогих бывает, да, люди вступают в контакт, так превозносят, и потом человеку неудобно не купить, хотя он не планировал покупать в этом магазине сумку, я не знаю, или туфли. Это эмоциональная манипуляция. Девочки, если вы понимаете, что у вас плохо самооценка, и вот как бы вы сами не уверены, вы можете на это покупаться, да, часто это бывает в женско-мужских отношениях, когда мужчина прямо расписывается, такая красивая, такая невероятная, и она, собственно говоря, уши-то развесила, да. Вот, но если вы сами понимаете, какая вы, что вы на самом деле красивая, на самом деле умная, вы понимаете, что и другие вам это могут говорить, но это не будет оказывать такого глобального воздействия, понимаете. Манипуляция работает только если у вас это как бы кнопочка есть, понимаете. Потому что если вы в себе вот уверены, то да, вам говорят, вы талантливы, да, спасибо большое, очень приятно, вы знаете, то есть вы не будете еще-еще говорить, пожалуйста, да, ой-ой-ой, ой, вот такого у вас не будет, то есть потому что вы знаете это, да. Вот, и есть очень многие люди, вот нарциссы, допустим, да, это их прям зона такая слабая, то есть они налезть ведутся абсолютно, потому что они нуждаются в признании, и тот, кто им поет эти эфирамбы, тот, собственно говоря, ими может управлять, потому что это то, как бы это их топливо, понимаете. Поэтому чем мы более, на самом деле, автономны, уверены в себе, тем меньше манипуляций на нас работают. Так вот, первое у нас было – это лезть. Второе – это эмоциональное давление. Через страх, вину, то есть когда нас запугивают, причем обычно то, что будет, вот пойдешь, и вот с тобой там произойдет. Вот поменяешь работу, вот тебя кинут, да. Или на чувстве вины, например, часто это бывает у родителей, что вот неблагодарная дочь, я на тебя там жизнь положила, а ты вот теперь, значит, так-то поступаешь. То есть вас пытаются запугать или обвинить. И тут, если у нас это отзывается, мы сами боимся. Да, мы испугались и не сделали. Мне вспоминается, слышите, один пример такой, я когда работала в конституционной компании, сейчас точно понимаю, что мой руководитель применил ко мне эмоциональное давление с запугиванием. Он меня посадил, значит, я когда думала переходить в компанию от Альфа-банка и пришла просто узнать, могу ли я туда пойти на собеседование, потому что, ну, потому что это был наш клиент, но я с ним не работала. У меня, ну, как бы, в принципе, по вот этическим соображениям, я могла туда пойти. Я просто пришла у него, ну, галочку поставить, что я могу. И он меня 40 минут продавливал, что у меня не получится, что смысла нет туда. То есть он меня прям реально эмоционально давил и пугал. Ну, когда он всё высказал, я говорю, ну, то есть вы не попротив, да, на то, что я туда пошла? Он говорит, ну, да, конечно, иди. Ну, через две недели я прихожу с заявлением на увольнение, потому что меня взяли в Альфа-банк. Он такой сел и говорит, а ты что, после нашего разговора пошла туда? Я говорю, ну, конечно, вы же против не были. Он прифигел. Потому что было всё сделано так, чтобы я даже не пошла, да, то есть манипулятор, он пытается вынудить вас сделать так, как он решил, понимаете? А я такая говорю, ну, а у меня-то своя цель, у меня-то свои границы, у меня-то своя задача была. И он там что-то бла-бла-бла-бла-бла. Ну, говорю, ну, окей, это его позиция, ну, окей. А у меня-то своя. И он, конечно, был поражён, что это не подействовало. И когда вы начнёте отставить свои границы, манипуляторы, конечно, будут в шоке, потому что они не рассчитывали на это, понимаете? И тогда у них как бы картина мира меняется. И тогда им надо либо учиться и взаимодействовать с вами нормально, потому что если это не работает, значит, надо учиться по-новому как-то так. И хочешь, не хочешь, значит, надо входить в здоровую коммуникацию. Ну, или как бы расходиться с партнёром, да? Вот, поэтому, да, эмоциональное давление. Тут чувство вины и страхи – это основные такие, собственно говоря, кнопки. Дальше, третий вид – это игнорирование и нарушение личных границ. То есть, когда ваши потребности просто игнорируются. То есть, вы говорите, а человек просто в танке. То есть, он просто как будто бы этого нет. И при этом то, что можно ему, нельзя вам. То есть, он может вам позвонить когда угодно, а вы, если позвонили там, у вас смс-ку, то он прямо вызывается буря. То есть, такое как бы неравноправие. Вот, как бы, что положено к Юпитеру и положено к коню. То есть, абсолютно нет равноправия. Допустим, ваша мама, вы уже большая, контролирует вас всё время, значит, нарушает ваши личные границы. Это может вам прийти домой без предварительного разговора, что там как-то ты можешь, не можешь, да? Позвонить вам когда угодно, требовать, чтобы вы ей позвонили, когда вы там, не знаю, после работы, да? То есть, вот это вот... А когда вы пытаетесь это отстраивать, это вызывает гнев. Это и будет вызывать гнев, потому что это манипуляция. Когда мы манипуляцию вскрываем, манипулятор недоволен. Девочки, и такое может быть, что люди неосознаны в этом. То есть, не обязательно, что там ваша мама, такой злостный манипулятор, значит, и вас использует. Она это может делать бессознательно, потому что она не научилась по-другому, конструктивно взаимодействовать, понимаете? То есть, мы не вот обвиняем, что прям люди, манипуляторы, да? Мы понимаем, что это на самом деле психологическая слабость. Они не знают, как по-другому. Они не умеют, они боятся. Потому что, если я сейчас отпущу мою дочь, и она перестанет, значит, мне вот отзваниваться. Я же тогда себя почувствую одиноким. Как же я с этим буду? Ой, нет, я боюсь. Ну-ка, пускай она мне всё время отчитывается. Понимаете? То есть, это из-за тоже внутренней незрелости происходит. Четвёртый вид манипуляции – это изолирование. Манипулятор хочет стать для вас исключительным, отдельным, и чтобы вы прекратили или уменьшили общение с другими людьми. Со специалистами, с подругами, с семьёй, с родственниками. То есть, со всеми теми людьми, которые могут дать альтернативную точку сострения. То есть, вас отрезают от мира, и вы как бы оказываетесь в изоляции, где есть только вы и его позиция. И тогда, получается, вы не можете услышать альтернативную по позиции. И чем дольше вы в этом варитесь, тем больше у вас происходит такой шум в голове, что, может быть, я что-то не понимаю, может быть, действительно он прав. И всё больше, и всё больше, и всё больше он приходит к своей цели. Понимаете? И опять же, это всё почему? Я позволяю собой управлять, и я не замечаю, что меня отрезают. А, иметь друзей, семью – это же нормально, это здоровая вещь. Если ваш парень просит вас перестать общаться с подругами ради него, или с вашей мамой, или бросить работу, или оставить ваше хобби – это подозрительный сигнал, понимаете? То есть, он боится, что у вас ещё это есть. Он хочет вас изолировать. Тогда гораздо проще управлять. Гораздо проще вот управлять. Пятый пункт – это указлайтинг – это искажение информации. Искажение информации, то есть, когда вы начинаете сомневаться в том, что вы видели, в том, что вы поняли, в том, что вы знаете, в том, что вы помните, понимаете? То есть, как будто у вас крыша поехала. На самом деле, человек это может искажать сознательно. А может, он правда, знаете, помнит только, какой он хороший, да? И он вам приводит факты, которых не было. Или вы говорите, слушай, ну вот же было раз, два, три. Он говорит, нет, такого не было. То есть, он в глаза врёт вам. Может это делать очень убедительно. И настолько убедительно, что вы можете подумать, слушай, может, правда, я не помню. Может, я перепутала. Может, действительно мне показалось вообще. Может быть, у меня что-то с глазами. То есть, вы начинаете сомневаться в себе. Это очень опасно, на самом деле, потому что это как бы ведёт к разрушению вашей личности. То есть, вы начинаете переживать, всё ли с вами в порядке, понимаете? Вот, поэтому очень хорошо, если у вас есть подтверждение того, что он говорил. Если есть письменное, допустим, есть аудиосообщение, или текст переписка, или фотографики. То есть, то, что вы можете вернуться сказать, нет, секунду, подождите, ну вот же, вот же ты писал. Или, ну вот же это было, вот есть доказательства. Поэтому, девочки, если есть поводозрение, что вот люди вот так вот информацию перевирают, или потом меняют правила по ходу игры, переходите на переписку. У вас будет переписка, и вы сможете вернуться. Скажите мне, секундочку, вот же ты писал. Вот же мы договорились, понимаете? И тогда уже, ну как бы, крыть будет нечем. Но самое главное, это будет подсказка для вас, что не он прав, а я что-то путаю, а на самом деле он искажает информацию. И тогда вы возвращаетесь к себе, вам с собой хорошо. Понимаете, вот это самое главное, потому что манипулятор, он как бы из-под вас выбивает почву. Понимаете, вы начинаете сомневаться в себе. Вот в чем дело. И последний вид манипуляции – это качели. Это качели, когда чередуется жесткое вот обращение, или вот игнорирование, или критика с добрым, с позитивным, с уси-пуси, я тебя люблю. То есть такое, знаете, то вас холодной водой окатили, то на солнышке погрели, то окатили, то погрели. То есть вы как бы все время в разных климатических зонах. И это тоже раскачивает. И в принципе, если у вас были родители, которые в запой вот уходили, да, то есть они то нормальные, то в запое. Или мама с каким-то психологическим расстройством, да, допустим, там, шизофрени, например, она то в такой фазе, то в такой. И вы с детства к этому привыкли, вам даже кажется, что это нормально. И без этого вам даже может казаться немножко как-то жить грустно, потому что так все время ровно. А вы привыкли вот так вот на горочках кататься, понимаете? Но вообще-то это вид манипуляции, потому что это расшатывает психику, понимаете? Все, что расшатывает психику, ей вредно. Вот, мои хорошие. Поэтому если вдруг вы замечаете вот такие тенденции у кого-то, там, у вашего мужа, мужчины, не знаю, у мамы, там, у папы, то есть вас поприблизили, отдалили, да, то вот прям люблю-не могу, и давай-то-то-то, потом раз, такое критика, отдаление, там. Это манипуляция. И помните, что цель у всех манипуляций это подчинить, контролировать и, собственно говоря, сделать вас объектом. То есть вы тогда действуете так, как нужно манипулятору. Редактор субтитров А.Семкин